О роли женщин в обществе и значимости семьи говорили на расширенном заседании Совета матерей и отцов Ассамблей народа Казахстана СКО. Все больше женщин занимают руководящие должности в госструктурах и квази-госсекторе. Тем самым голос прекрасной половины человечества становится слышен. Это нас радует. Растет и число женщин, которые открывают свои предприятия, вносят свой вклад в экономику и создают рабочие места. В Северном Казахстане сейчас семь с половиной тысяч многодетных матерей. Каждая из них получает помощь от государства, но надеется только на это неправильно, говорят собравшиеся. На родителей возлагается большая ответственность по воспитанию будущего поколения, отмечает председатель Совета матерей при областной Ассамблее народа Казахстана. Кулемко Смаилова также отметила значимость в этом вопросе проекта «Мадинетте-Ана, Мадинетте-Олт», где акцент делают на сохранении семейных ценностей, национальных традиций и воспитании подрастающего поколения. Важно, чтобы мама имела внутреннюю и глубокую культуру, была образована, была внешне предъявляла обществу и прежде всего своим детям культуру поведения, грамотную и правильную речь, чистоту намерений, умение высказать суждения и своим детям быть примерами для подражания. Перейти от лирического настроя к деловому предложила советник заместителя премьер-министра страны. Она отметила, что во время заседания ни один спикер не озвучил проблемы материнства и детства, а они есть. Одно из доказательств этого – январские события, когда молодые люди вышли грабить и стрелять. Это дети, которых мы с вами воспитали за 30 лет. Согласитесь, их воспитали мамы. И сейчас не надо говорить, что там не было вашего ребенка, это были наши казахстанские дети. Поэтому сегодня перед советом матерей стоит вопрос воспитания подрастающего поколения. Ознакомившись сегодня с работой, я хотела бы сказать, что мы пришли вот к такому выводу, что проекты по Бахтодбас «Счастливая семья» проводить нужно и дальше. И роль советов матерей в продолжении этой деятельности особенно важна. Сегодня я об этом абсолютно ничего не услышала. Следует пересмотреть подход к помощи нуждающимся семьям. Вместо пакета с продуктами лучше поспособствовать семье выйти из трудной жизненной ситуации, помогать постоянно, а не разово. Потому что этим мы никогда проблему не решим. Продукты закончатся через неделю, а может за день. Вещи износятся. Нам нужно сегодня работать над социализацией каждого. Подняла советник заместителя премьер-министра и вопрос роли отца в семье и воспитании детей. Сейчас весы склоняются в сторону матерей. Большинству мужчин участия в воспитании детей не принимают.